Параметры доходной части бюджета рассматривали на совещании по финансово-экономическим вопросам. Об абсолютных цифрах говорить пока рано. Однако, определенная картина уже сложилась. Ключевые источники бюджета – это акцизы около 18 миллиардов рублей. На втором месте налог на доходы физических лиц – 12 миллиардов. Такая диспропорция, она, ну, может быть, кого-то радует, но у меня вызывает, конечно, опасения. Все-таки первым доходным источником должен быть налог на прибыль, следующий – НДФЛ и далее акцизы. Конечно, риски есть в доходной части, но если посмотреть на абсолютные цифры, конечно, это огромное достижение. В этом году наблюдается снижение налоговых и неналоговых доходов в бюджетах всех уровней. Все из-за сложных экономических условий, вызванных пандемией коронавируса. По словам губернатора, нужно сосредоточиться на поиске дополнительных источников доходов. Главное – обеспечить баланс и финансовую устойчивость бюджетной системы. Мы планируем провести очередное заседание бюджетной комиссии, на котором 2 октября, на котором уже будут рассмотрены основные параметры областного бюджета по доходам и расходам. Поэтому в оставшийся период всем, я обращаюсь к главному распределению бюджетных средств, необходимо максимально качественно провести работу по планированию расходов областного бюджета. Совместно с депутатами законодательного собрания в правительстве займутся проработкой продления мер поддержки пострадавших отраслей на следующий год. По прогнозам Минфина, подобные действия должны увеличить финансо-экономические показатели уже к концу первого квартала 2021 года. К примеру, по информации ведомства, стимулирующие льготы для бизнеса и инвестпроектов признаны эффективными, так как каждый вложенный рубль приводит к увеличению налоговых отчислений в два раза. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.